Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ после небольшого перерыва программа «Все грани меча». Начался Кубок Конфедерации, который является предвестником чемпионата мира, который пройдет в Москве в 2018 году. Кубок Конфедерации, что это за турнир? Естественно, Россия принимает первый раз этот футбольный форум. В нем принимают участие команды-победительницы различных конфедераций. Обо всем об этом в ближайшие 45 минут вместе с вами, а также с Сергеем Буслаевым, Кириллом Узалевским и Евгением Вороним. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Ну, я думаю, что те наши постоянные телезрители, болельщики знают, что Кубок Конфедерации проводится в стране, накануне, да, КДГ, в стране проводится чемпионат мира. Сборная России, как хозяйка, принимает участие в этом турнире. Ну, и победители, соответственно, чемпион Европы, чемпион Южной Америки, чемпион Океании, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. По результатам жеребьевки в нашу группу, группа А, попали команды России и Португалии, Мексика и Новая Зеландия. Ну, и в группу Б составили Чили, Германия, как чемпион мира, да, и, соответственно, Камерун. Вот у нас уже режиссер трансляции выдает первые две таблицы, как обстоят дела после первых матчей. Мы еще чуть более подробно к ним обратимся, ну, а пока давайте посмотрим и напомним себе, и вспомним сами те результаты, которые состоялись у нас после первого тура. Итак, Россия, Новая Зеландия, первая игра, первая победа, я думаю, что все мы прекрасно помним. Со счетом 2-0 Россия победила, победила в этом, в этой игре. Друзья мои, увидели ли мы новую сборную, увидели ли мы какие-то новые тренерские решения, не знаю, какую-то увлекательную игру, но учитывая, что сам президент России присутствовал на этом матче и был на открытии Кубка Конфедерации. Кирилл? Ну, он же не играл в президенты. Ну, это же не хоккей. Было бы интереснее, да. Хотя играет в футбол, нет, нам болельщик в футбол, обидно, конечно. Ну, надеюсь, Владимир Владимирович в футбол тоже проявит такой интерес, как в хоккее. А по поводу игры, интересно было смотреть именно на новую сборную, на новую оборону. Если не память изменяет, осталось 5 человек из второго состава. То есть, по-моему, команда сменилась на 50-60 процентов. Да, не меньше. Разумеется, было интересно смотреть, пусть Новая Зеландия, но, учитывая наши последние результаты, нам и Новую Зеландию тоже за счастье обыграть. Было заметно по сравнению с серией товарищей матчей, которую провела Россия, за редким исключением, с кем мы там сыграли хорошо. С Венгрией и с Чили. Ну, Венгрию не берем, да, с Чили, вот. С Чили был хороший. Было видно, что все-таки матч официальный. Было видно, что играют посерьезней, пособранней. Глаз горит, и самодача гораздо выше, чем в товарищеских матчах. Тут, наверное, и зрительская тоже поддержка играет свою роль. Ну, все равно, официальный матч есть официальный матч. Пусть Кубок Конфедерации, пусть говорят, он полутоварищеский. Ну, я так не считаю. Потому что видно, что команды играют от души и сильно, и хорошо. Тренерских решений. Ну, мы, собственно, как сборная играла в товарищеских матчах. Ну, то есть, Черчесов отсеял, провел некий отсев, определился с Костяком Сосновой, на которой будет опираться людей. И сейчас обкатывает команду перед чемпионатом мира. Схема 5-3-2? Ну, насколько я понимаю, да. Да, там с подключениями. И приятно было наблюдать за игрой. Не знаю, что будет с более серьезными соперниками. Как бы вот эти вот два гола не оказались нашими единственными на турнире. Ну, в общем, так, по крайней мере, не знаю. Если оптимизма, может быть, и нет какой-то, но точно есть интерес. Сергей, Кирилл уже сказал, и я, наверное, соглашусь с тем, что действительно сборная обновлена. И буквально сегодня, разговаривая с одним из болельщиков, он такой вопрос задал. Какая сборная лучше? Да? Та, которая была на Евро 2008, которую мы все любим и помним, как говорится. Или сборная последняя, которая на чемпионате Европы, ну, может быть, я так скажу, не показала тех результатов, которые мы от нее ожидали. Ну, тут можно параллель провести, кстати. Ты молодец. Про 2008 напомнил, потому что, если мы помним, в 2008 году Хидинг, да, готовил почти месяц команду. Да. Вот, был большой срок, и мы увидели совершенно новую команду. Она также играла не так внятно до чемпионата Европы. И на чемпионате показала себя с лучшей стороны, ну, дойдя до полуфинала, да, заняв, ну, третье место, можно так сказать. Да. Не можно сказать, а так и есть. Да, так и есть. И здесь так же. То есть, я был тоже удивлен. И увидев, что команда физически готова очень хорошо, она билась от первой до последней минуты. И это, я думаю, то же самое, что команда, это можно параллель провести с 2008, что команда, ну, сколько она, не знаю, ну, не месяц, наверное, но меньше, но довольно долго. Да, они были вместе, готовились, Кирилл уже сказал, что тренер отсеял игроков, которых он не видит в сборной, плюс еще отсеялись игроки, которые получили травму у нас, да, которые, ну, возможно, при, если бы они были здоровы, они, конечно, были бы в основе, это я говорю, там, а Дзюба и Забоев, да, в основном, Дзэдзэ, да, вот эти два. Вот, если в хорошей форме был бы Кокорин, может быть, и Кокорин попал, ну, неплохая у нас эта атака, но... Кокорин тогда без отпуска остался бы. Да, тогда остался бы с Мамаевым, да, зажигать, да, как бы он зажигал. Вот, так что... У Жени, спроси, что... Сейчас, сейчас. А, Женя, спасибо, Женя, что пришел на передачу. Олег, знаешь, я думал, когда мы собираемся втроем, но надо просто втроем вместе сажать. Вместе? Да, какой-то такой, или их сдвигает. Да, нет, на самом деле, я просто выслушал ваше мнение, мне интересно ваше мнение. Добавляй, добавляй. Есть, конечно, и свое мнение, да, что все-таки, если брать параллели проводить с нынешней сборной, сборной, допустим, 2008-го года, то мне кажется, что в 2008-м году, да, звезд как бы в сборной было все-таки поболее. Соглашусь. И команда была более, скажем так, мобильной, мастеровитая. А сейчас, мне кажется, что вот, посмотрев эти матчи, посмотрев контрольные матчи, да, которые проводила команда, единственное, что я могу сказать, что единственный, кто играет там, действительно, на уровне высшем, это Игорь Грифеев, да. Единственный, кто... Нет, ну, Смолов почему? В Зеландии очень... Нет, объясню, почему. Потому что, допустим, тоже те голы, которые были забиты в матче с Новой Зеландией, да, может, еще будем, я так скажу, разговариваю, да, допустим, выйдя на 1-1, решать там было сразу. То есть, сбивает Глушаков, да, он забивает, и то не забивает, а записывает там автоголы. Ну, неважно, да. То есть, он должен был играть сразу, без добиваний, без всего. Не, ну... Ты сейчас переходишь на какие-то детали, сни... Ну, как, это детали. Это, если человек выходит, он должен такие вещи забивать. Он же забивал, он же забивал. Давай вспомнил, вообще-то, о позиции, которую Глушаков на поле занимал, наверное. То есть, Головина выдвинули вперед, а Глушаков, который, я считаю, потенциала такой, очень не меньше, чем Головина, его надо, и Глушаков, собственно, сделал такой рейд, туда перебежал, перекинул в ротаря, чтобы было нелегко. Он не нападающий, и Глушаков так решать. И, скажем так, тяжелее. Не, что-то тяжелее. Глушаков забивал все свои мячи пушкой примерно с 20 метров. Но у него нет мячей, где он двоих отжигал, голова от 3. Ставить ему вину, что там была хорошая комбинация, да? Там Пол сдал классный пас, да? Там Пол сдал классный пас. И была хорошая комбинация ставить вину, чтобы на такой там было все очень быстро. Надо было перекинуть в ротаря, перепрыгнуть через в ротаря. Ставить вину Глушакову, что он не решил тот момент. Я считаю, это не важно. Березусский бы вышел, он что, бы решил этот момент? Вот так вот один на один. Ну, Вася, вот так. А Леша, я бы посмотрел. Ну, у нас, понятно, что у нас Евгений, он всегда у нас отличался особым, скажем так, мнением по отношению к сборной. Понятно, что ЦСКА в его сердце навсегда. Но, тем не менее, не играет Загоев, не играют Березусский, не играет Игнашевич. То есть те люди, которые по большому счету еще два года, даже какой там, один год назад, да, на чемпионате Европы, в общем-то, были не только костяком, да, но и какой-то опорой. А Васина играет? Надежда. Васина играет. Васина забил Чили. Васина забил. Да. Прекрасно забил. Вот я хочу узнать про Васина, ты мне расскажи. Ты так его костерил, когда вот он Спартаком запустил ляп. Я вот тебя вспоминаю, когда смотрел сборную из Чили и из Новой Зеландии, я думаю, ну Женя, неужели не видит, что нормальный парень играет? Ну, бывают ошибки у всех. Вспомни, Акин, Феева были ляпы. Ну, у любого взять, игрока даже. Я же тебе сказал, что матч со Спартаком проиграл Сыроежкин. Его надо это, все, там чуть-чуть стрелять. Нет, я тогда сказал, что три человека у меня, скажем так, спасибо за сезон. Это Васин за то, что он проиграл со Спартаком. Ну, это ты писал в сетях, я знаю. А здесь ты говорил еще круче. Нет, то, что он защитник, скажем так, ну, подходит к топ. Ну, скажем так, ну, не хватает звезд с небес. Наверное, да. Поэтому я думаю, что ему вот таких вот моментов, я даже разговаривал с Сашей Гришиным после матча, не со Спартаком, а дальше. Главный тренер молодежной сборной России. Ну, ты представляй. А, ну, хорошо, молодежная сборная России Александр Гришин. Вот мы с ним переговорили, что да, ему немножко не хватает именно стабильность игры и хладнокровия. Вот как раз хладнокровия у матча со Спартаком не хватило. Он, говорит, делает ошибки. Мне кажется, в чем Васин немножко, ему, может быть, во-первых, не совсем хватает практики. Все-таки, да, Игнашевич, и Березуцкий, у них там по 500 матчей. Сколько он сыграл за ЦСКА? А он же играл, что, не играл совсем? Он за Уфу играл, между прочим. В Уфе был не самым последовательным защитником. Нет, я тебе просто говорю, что практики нет, ты говоришь. Я не говорю, что практики есть. Давайте, ребят, просто про все броните линию сборной. Рассказ у нас уже зашел разговор о сборной. Давайте. Давайте других вспомним, кто у нас сейчас в обороне. Смольников справа. Джики играл, ведь? Джики играл. Джики, да, играл. Джики играл. То есть, вот такая у нас теперь. И Жирков играл слева, да. Кстати говоря, помните, Джики, да? Еще два года назад человек играл во второй лиге в каком-то там, я не знаю, команде, о которой даже я к своему стыду не знаю. А Кирилл еще больше к стыду, как болельщик Спартака, не знает, откуда пришел Джики. Ну смотри, это прям таки путь Жиркова, грубо говоря. И сразу в сборную. Да, и сразу в сборную. Там Жирков пришел из Тамбова в ЦСКА и через год оказался в сборную. Что-то Сергей отметил хорошую физическую готовность. Я бы хотел отметить подключение Жиркова, который закрывался у бровки в конце матча, подключение к атаке на хорошей скорости. То есть, действительно, Жирков точно в форме. Так же, как и Самедов, который тоже бегал. Но Самедов все-таки не хватило ему. А он занял место Камбарова, я так понял. Да, да, да. В принципе, дай бог, чтобы он остался, чтобы никакие травмы, ничего, потому что он сильнее играет, чем Камбарова. Жирков, если он в хорошей форме, если все нормально со здоровьем, он, конечно, лучше Камбарова. Лучше, лучше. Согласим. Нет, как раз в матче в этом я жалел, что как раз не хватало Фернандеса, которого все-таки... А где Фернандес, кстати? Он же уехал на Бразилию. В Бразилию? Нет, он же у него нос на операции. Нет, они если выезжают в Бразилию летом, это надолго. То есть, если СССР, еще и Фернандес потеряют. У них там потом карнавалы. Нет, он вернется, он будет как-то долго. Газбирает зубы тоже с ним уехал. Худряшов тоже с носом проблемы, но играет... Нет, была сделана операция. А, была только. Да, он поехал в Бразилию, была сделана операция. Он же на сборах был, подожди. Он же был на сборах, полностью сборы прошел с Черчесовым. Но он еще одного нержу составит. Странно, да. Да. Давайте еще немножко так более детально коснемся игры. Россия, Новая Зеландия. Да, можно говорить о том, что Черчесов в определенной степени собрал новую сборную. Хотя, естественно, игроков, ну, кроме, может быть, Джикия, да, каких-то новых открытий мы пока не видим. За счет чего наша команда смогла победить Новую Зеландию, учитывая, что Новая Зеландия, как бы мы к ней не относились, она там на несколько мест ниже нас в рейтинге. 90-х какие-то, в девятом десятке. Да, да. Ну, а мы в седьмом десятке, да? В десятке. 60-х какие-то. Ну, 60-х, это уже все равно седьмой десяток. Мы 69-й, а не 96-й. Да, совершенно верно. И тем не менее, и тем не менее, Сергей. Нет, я считаю, что... Это достойный был соперник, или это соперник, ну, какой бы там считаем. Для стартового матча лучше не найти, конечно. Да, согласен. И сыграться могли, и присмотреться. Ну, хотя они сыгрывались, они же товарищеские играли, там, не стали самыми сильными. Взять даже тот товарищеский матч. Извини, перебью, Сережа. Хотя, с другой стороны, может быть, и надо начинать какой-нибудь более сильной командой, потому что тот тоже вкатывается в турнир. А сейчас и Германия вкатилась, да? И Чили вкатилась, и Мексика вкатилась. Да мы с Германией или с Чили в лучшем случае сыграем в полуфинале. Хорошо. Португалия вкатилась, вкатилась, Мексика вкатилась, вкатилась. Ну, вот два взгляда, да, посмотрим, кто будет. Посмотрим, да, кто из нас прав. Согласен. Кирилл, сборная команда России. Вот на твой взгляд, такая, может быть, чистая психология, но учитывая твою профессию, ты в этом деле абсолютный специалист. Вот. Скажи, присутствие на матче, да, президента страны. Да что такое все. Играет ли это какую-нибудь роль, на твой взгляд, психологическую для футболистов? Да нет, думаю, нет, на 90%. Большей степени играет роль присутствие агентов для футболистов. Да. Мне кажется, если сидят агенты и смотрят, тогда да. Вот так, что я посмотрел, как Смолов играл, он так не обводит в чемпионате России. Потому что он предоставил, что он действительно самый техничный игрок в нашей команде. И у него такие обводки были, такие ходы, я думаю, там сидела пара агентов, которые смотрели. В Смолове он какой-то легкий был. Легкий, ноги незабитые. Да, он то ли вес сбросил, то ли что, прям как такие у него амортизаторы. У него прям вот получалось все, он прям вот, как будто у него мысли и действия, они шли параллельно. У него был период, он когда уехал в аренду из Динамо в Голландию, тогда он играл в Голландию, у него был период, там, потому что он забил очень много голов, там он же был. Да, да. И там вот у него игра была такая же, может быть, он по возрасту был такой, такая легкая. Он потом в какой-то момент набрал массу, мне так показалось, подкачался, и за счет этого всегда уходит пластика, и резкость, за счет массы, это известно, и в баскетболе это везде. А сейчас такое впечатление, что он в оптимальных, именно физических кондициях каких-то. Резкий, быстрый, легкий. У Смолов он тоже понимает, ему сейчас все пророчат то, что Смолов должен куда-то уехать. И вот, про агентов, да. То есть, агенты сидят, тогда футболисты еще лучше играют. Потому что у парня есть амбиция уехать в Европу, он это не скрывает. И даже Галецкий сказал, что да, если будет хорошее предложение, мы отпустим Смолова. И Смолов понимает, что на Кубке Конфедерации, как Кирилл сказал, там сидит помимо Пеле президента ФИФА, президента России, там сидят еще и агенты, которые смотрят, просматривают. Это, опять же, возвращаясь к турниру, Кубка Конфедерации, это действительно большая ярмарка. Потому что там африканские игроки присутствуют, и с Азии, и с Америки. Ну, все континенты. Слушайте, кстати, вопрос от профана. Почему Австралия и Новозеландия играют? Австралия играет в азиатской зоне, что ли? Да, Австралия играет в азиатской зоне, они сами попросились лет пять назад. С Новозеландия в океане. А я же думаю, две страны из океана, а из Азии никого нет. Им интересно с Новозеландией постоянно играть. Это то же самое, как, я, по-моему, задавал вопрос, почему Мексика и Чили, да? Да, Мексика и Чили. Мексика и Чили. Получается, Чили представляет кубок, как у них называется? Южной Америки. Это у них лига чемпионов. Лига чемпионов, да. Ну, у них кубок Америки. Кубок Америки, да, как они там. А Мексика принимает участие в? Североамериканской. В североамериканской лиге. Ну, это, Олег, вспомним Израиль тоже. Израиль тоже, он же не в Европе находится, если так вот взять, но играет в Европейской, попросился. Тот же Казахстан в свое время начинал играть в Азии, а потом, так как у него какая-то часть территории заходит на Европу, попросили из Европы. Потому что более интересный турнир, понятное дело. В общем, я так и думал, да. Ну, что ж, хорошо. Я трофил, закончил. Да, в принципе, матч России-Новый Европей, я больше чем уверен, вселил определенные надежды нашим болельщикам на то, что у нашей команды может получиться хотя бы выход в полуфинал. Давайте вспомним соперников, которые также играют в группе А. Это Португалия и Мексика, которые свой первый матч сыграли 2-2. И в этом матче произошло историческое событие. Впервые на крупном международном турнире под эгидой FIFA было введено новое правило. Просмотр спорных моментов судьей, как он называется, видеосудья, да, он так и называется. Покажи жесты, как показывается. И судьи, да, и судьи, когда вот хотят посмотреть тот или иной момент, они показывают, ну, на поле, да, показывают футболистам, что будет просмотр спорного момента. И в матче Португалии и Мексика произошел первый просмотр и первое принятое решение судьи. Нет, ну да, это тоже где-то испытывали. Нет, на таком крупном международном турнире под эгидой FIFA нет. Вот, друзья мои, мы все увидели, да, что там незасчитанные голы, потом и в следующем матче это было, да, с Чили. Это хорошо или плохо? Ты немножко не точно сказал, Олег, там судья, который сидит за мониторами, он дает сигнал, кстати. Сигнал, конечно. Ты сказал, что судья, который в поле, показывает и говорит, что... Не-не-не, он показывает футболистам, что будет просмотр. А тот дает сигнал, что там что-то не так. Там что-то не так, да-да-да. То есть инициатива исходит от человека, который за пульсом. Который сидит там, да. Понятно. Все его рука. Да. А вот теперь вопрос. Жень, ты являлся ярым противником видеоповторов, потому что это тормозит динамику игры. Потому что это... Кабинетное чемпионство приятнее. Ну, может быть, может быть и так. Здесь тебя подвела память. Я всегда был за то, что были введены повторы. Я специально тебя спровоцировал. Я знаю. Мне действительно понравилась эта система, ты знаешь, с тем же незасчитанным голом, да, люди остались при своих, да. И в засчитанном голе, да, когда был, скажем так, офсайд практически на грани. Это было незаметно нам, но заметно может быть. И даже боковой судья поднял флажок, да, мы видели все, когда они зачитали. Или наоборот, когда Максим Чири не поднял флажок, а вне игры был все-таки. Да, поэтому я думаю, что вот эти 30 секунд, которые занимают время, и то, скажем так, радость, или, скажем так, одних радость, других горесть, да, вот это вот. Это футбол, это вот как жизнь, да, как театр. Минус один, один минус для колбалистов, для футболистов. Они же начинают радость, да, а потом бацят. Представляете, на 93-й минуте, в финал чемпионата мира, Россия забивает, нет, лучше, Россия забивают, все радуются, а судья говорит, а мяч не засчитан. И на 94-й минуте Россия забивает победный мяч в финале. Теперь игрокам как быть? А как хоккей? А хоккей, да, совершенно верно, как хоккей. В связи с этим вспоминается аналогия, допустим, из легкой атлетики, из плавания, когда, помнишь, можно сделать фальштартов, сколько угодно, и когда сделаешь, можно сделать только один фальштарт, следующий уже все. А потом, а сейчас вообще вели. Да, сейчас очень нельзя, как же мучились эти бедные спринтеры, там снимали всех, мы никогда не привыкнем, ну а тут футболист, ну отложит свою радость, ну чуть-чуть. Либо, нет, ну это же не каждый раз, каждый голд вы будут, да, смотреть, просматривать. Ты забил сразу, если судья, он сразу же, да, команду же ему дает, он сразу бежит к центру, с флажком боковой, и сразу можно посмотреть. И поэтому, когда были оставшиеся мячи, там, да, забивали, просто смотрели и понимали, что можно уже радоваться. Но на самом деле, смотрели, знаешь, как обидно, что в сборной, когда сбили Смолова, да, штрафной, там был пенальти, там вратарь, да, ползал. Ползал, ползал сбили, да. Там был пенальти, и почему в нашем матче не применили эту систему, и какая была бы наша с тобой радость, бы больше. А на самом деле, тоже просмотр действует. Ну, а я, кстати говоря, разобрался до конца. Но там не стопроцентно, ну там, не знаю, мог бы дать, мог бы не дать. Сергей, ты как человек, который владеет информацией, может быть, чуть больше, чем мы, хотя я почему-то пропустил. Кто, может ли предложить видеоповтор, не знаю, тренер подбежать, сказать, мы просим видеоповтор, как это в волейболе, как это в хоккее. Да, да, да. Или сам судья, боковой, или это. Есть, 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 там такая строчка, да, там даже из игроков могут попросить, либо для этого, там один или два раза кто-то. Ну да, ограничено. То есть, не может тренер постоянно подбегать и говорить, давайте повтор. То есть, там один или два раза за матч он видит тренеров. А остальное все на совести судей. То есть, судья, который сидит за мониторами, и судья, естественно, который в поле, главный. Но тоже получается, знаешь, вот сегодня даже слушал, я передачу там журналистов, спортивных, они говорят, что получается сейчас главный судья уже как не очень главный. Получается, там еще главнее кто-то сидит. Нет, я в принципе, то есть, разговор, я за, я однозначно за. И я за. Все говорили, что... Ну мы все за, кроме Евгения. Нет, Олег, говорили, что пропадет дух футбола. Дух футбола, прежде всего, в честности. Ребята, давайте так говорить, ничего дух не пропадет. У меня единственное было сомнение, что это все затянется. Это оказалось быстро, мы это увидели. Гораздо дольше, когда какой-то спорный момент, вся команда бегает за судей, он от них убегает, что-то доказано. Он от них убегает, потом он бежит к боковому. А здесь, ребята, смотрите телевизор, все, вопрос закрыт. Да, Лига Чемпионов вспомнил. Но тут минус какой, что это дорогостоящая штучка, игрушка-то. Но получается, что оно будет применяться либо в крупных турнирах, либо в крупных чемпионатах. То есть, на первенство Ленинского района это пока не будет применяться. Нет, даже, я думаю, каких-то... Я думаю, даже и двух судей за воротами мы в Ленинском районе еще не скоро увидим. Но они судят тоже, непонятно, зачем стоят. Ну, их тогда, может, убрать, если будут эти... Да. Нет, не повтор, а если ввести систему этот глаз, какой там, соколиный глаз, да, то уже... Опять же, ну, как, не помню, там Англия заберет. Но с другой стороны, понимаешь, этот арбитр, который стоит у ворот, да, он, по крайней мере, близко находится к ситуации, что касается штрафной. И он всегда может подсказать где-то чего-то, да, другой ракурс. Они очень редко делают. Они абсолютно очень редко делают. Делают, ребята. Очень редко делают. Делают и порой подсказывают. На мой взгляд, это просто инородное тело, которое там обстоит. Если бы был судья за воротами в матче прошлого сезона ЦСКА «Спартак», когда Макеев упал и назначили пенальти, которого не было, вот тогда, может быть, и подсказал бы судья, который именно был за воротами. Нет, ну, действительно, я соглашусь с тобой, что эта система нужна, все за, потому что многое сейчас решается. Во-первых, футбол стал более коммерческий, да? Да. Потому что многое... Футбол стал быстрый. Не может один судья бегать, а те, что они по кровати. Это, Кирилл, я с чего хочу начать. Что большие деньги крутятся раз, и каждая ошибка, да? Представляешь, Лига чемпионов играет Реал, допустим, с Манчестером в финале, и вдруг какой-то там счет, как Олег говорит, 90-е минуты. Не, ну, как Англия, помнишь, забило, да? Ну, были моменты такие, да. Я вспомнил, сейчас Челси в финале Лиги Чемпионов, когда вот бегали с людей, что там была рука. Понимаешь, и все это... Могли бы Челси стать... Барселона тоже, знаете, шесть детей, Парис-Сан-Жерме, но из них три, ну, я уж хотел сказать четыре, ну, ладно, три таких были, что называется, точно для видеоповтора. Ну, вот смотрите, господа, смотрите, один момент. Что вы запомнили, какой самый красивый гол забил Марадон? Рукой, да. Правильно, понимаешь? Нет, то что... Ребят, что приходит на память, что переходит на память, это забил на память, сразу ты говоришь. Нет, не самый красивый, извините. Это самый памятный гол, который забил. Если бы был повтор, этот гол бы не засчитали бы, поэтому мы бы Радону не запомнили по-другому. Англия бы не стала единственный раз чемпионом, потому что Тофик Бахрамов засчитал, которого не было. Потом, уже сейчас современные технологии смотрят, и что он упал на ленточку, а Тофик Бахрамов... А теперь, с другой стороны, если бы были повторы раньше бы, то бы ЦСКА в 2005 году за СССР, который сыграл рукой, подыграл рукой себе и забил мяч, мы могли бы его оспорить и могли бы выиграть. Нет, ребята, это настолько давно назрело в футболе, это футбол, такая консервативная организация, возьмите хоккейную коробку, маленькая, 3 судьи в поле, возьмите баскетбол, 2 судьи бегают, там еще третий, поле футбольное, все носятся сейчас, и вот один судья, как он может, это нереально. Даже на мотоболе уже 2 судьи ввели. На мотоциклах, один на мотоцикле, второй на велосипеде, и потом они меняются после каждого периода. А вы слышали новое введение хотят, чтобы ввести? Какое? Уже на раунде, наверное, четвертьфиналов или полуфиналов в полуфиналов ввести не 3 замены, а 4. Нет, ну это в дополнительное время. В дополнительное время, но все равно 4 замены. Все равно 4 замены, понимаешь, поэтому футбол не стоит на месте, о чем мы говорим. Что все-таки двигается вперед, поэтому... Ну Тихонов вставал, тихонов вставал на вораду, да. Правда это было в дополнительной, да. Домашних выездных голов что-то надо делать, когда дополнительное время играется, там несправедливость получается. Потому что больше времени получает команда возможность. Надо сегодня тоже что-то в FIFA делать. Но это, наверное, летчастно. Друзья мои, ну и да, такой небольшой итог в том, что в том плане, что действительно мы сказали, что времени это отнимает не так много. Да, самое главное. Что меня смущало? Порой вратари больше тянут время, пока установят мяч, пока перчатки поправят, шнурки. Водички попьют. Водички попьют. Вот тебе пока не ведут мяч. Я посмотрел вот эти повторы. Я понял, что времени вообще не занимает. Потому что вот сейчас бы гол забили, допустим, вот, кто там у нас, мексиканцы, чилийцы. Чилийцы забили. Пока они там плавали на лодках. Бегали, пока бегали, там обнимались. За это время уже судья посмотрел. Он же сказал, что, ребята, все. В принципе, ничего не заняло. Они же даже с интерполя не пришли. Они пока там бегали перед трибунами, макали руками. Все, судья уже все решил. До свидания, ребята. Голу не было. То есть, в принципе, подводя итог, мы можем сказать, что программа «Все грани мяча» двумя руками за. За то, что в футболе, по крайней мере на крупных международных турнирах, ввели систему видеоповторов. Да, и это, наверное, не может не радовать. Давайте еще пройдемся по матчу Камерун-Чили. Мы, в принципе, обсудили матч в том плане, что там тоже были такие моменты, которые пришлось пересматривать. Чили, на мой взгляд, один из первых, скажем так, реальных претендентов на победу в Кубке Конфедерации. Или я ошибаюсь? Ну, я скажу пару слов. Олег, Чили меня удивили, честно сказать. Я только что напомнил мне, потому что Чили, давайте вспомним матч товарищеский с Россией. Там Чили играли, но они где-то до 60-й минуты где-то играли, а потом они начали так ходить, почесываться, поплевывать. Так особо, знаешь, им неинтересно было. Ну, 0-0 было. Я думал, либо они устали, либо они как-то, и думал, ну как же они приедут на Кубку Конфедерации с такой игрой, так играть. Тем более, потом следующий у них был товарищеский, они его проиграли. С Румынией? Да, румыном, да. Они выигрывали 2-0 и 3-2 проиграли. Я смотрел матч. Вот. И думаю, ну как же так. А тут появляются они с Камеруном и совершенно другая команда. Вот действительно, может быть, либо, как ты говорил, что товарищеский это товарищеский, официально это официально. И может быть и наша команда так преобразилась по этому. Не, ну с Венгрией, с Чили-то мы вроде бы неплохо сыграли. Ну, пускай и товарищеский. Не, ну тоже, знаешь, ну там же было... Венгрия потом кому проиграла? Олег. Лексенбург, по-моему. Да, да, да. Олег, там взамен вспомни сколько было. Там по второму тайме выходила другая команда, можно сказать. Согласен, согласен. И практически все, практически все сборные своих стран привезли основной состав своих сборных. Португалия. Кроме Германии. Кроме Германии, да. Германия. Я к этому хочу и повезти. Конечно. Тарапой. Вот, да. Ну, Роналду. Сам приехал Роналду, великий, могучий, обладатель сколько там уже, четырех или пяти золотых мячей. Вот. И только сборная команды Германии, действующие чемпионы мира, привезли, ну, я так назову, не молодежный, экспериментальный состав. И, посмотрев их матч с Австралией, ну, мне не показалось, что это плохая сборная, но какого-то такого запаса прочности я у них не увидел. Ребята, ну, ты пойми, что команда Германии может привести на турнир восемь составов точно так же, как команда Канада может привести выставить десять составов, да? Даже Германии, я думаю, что Лев после матча с Австралией, да, тренер сборной Германии, я думаю, что он пересмотрится, и я думаю, что в следующий матч мы увидим совсем другую. Да нет, Жень, я смотрел матч, и у меня, знаешь, какая мысль посетила, что Германия включала обороты. Вот действительно, как мы называем ее, это команда машина, да, вот действительно они забили, да, раз чуть сбавили, начинается какая-то такая, тем более молодежи было много, там, немножко нестабильные, хорошие ребята, вот молодые. Хорошие, да, нападающие какой. Да, молоденький, 18-летний мальчишка, или 19, сколько ему там. И вот я смотрю, они, когда они пропустили нелепый гол, они опять пошли в атаку, опять заиграли, опять пасы, интересно было смотреть. Понимаешь, вот как тут система, немецкая система, которая работает, начиная от, когда в 4 года пришел ты в бундестим, команду, там, не знаю, деревни Хофенхайм какой-нибудь, да. И когда ты доходишь до уровня сборной, отлаженная система подготовки футболистов. Сказаться, эта команда, знаешь, она еще сама себя не знает, она сама не знает еще свою силу, потенциально команда безумно сильная, они могли ее снести с поля Австралии за первые 20 минут. Да, да, да. И они еще пока не знают даже вот собственную силу, что мы можем, как мы можем, поэтому играют неровно, я не думаю, что это они именно так специально делали, это неровности были именно от незрелости, то есть то вперед, то назад, то вперед, то назад, поэтому у Австралии были шансы. Соглашусь, соглашусь, давайте мы сейчас попросим, все вместе будем просить, вы и я, турнирную таблицу, которую мы подготовили, чтобы порадоваться сборной команды России на первом месте. Ура, ура, ну мы смотрим, да, на первом месте действительно два мяча было забито Новой Зеландии, наши, на мой взгляд, главные, главные конкуренты Португалия и Мексика потеряли очки, которые, да, и нам это, в общем-то, и пойдет абсолютно. Абсолютно, абсолютно, прям абсолютно. А мы про этот мяч тоже поговорим, мы не говорим, почему-то про Португалия и Мексика, мы как-то в нашей группе играли, а мы его не обсудили. Давайте обсудим, давайте. Вот, мне очень понравилось, я и Сергей говорю, как бы понравились мексиканцы, я просто влюбился в этих энерджайзеров, которые метр пятьдесят ростом. Чичарита. Да, Чичарита, 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 как они бегают, мама дорогая, вот этот вот клуб головой забивает на 93-й минуте мяч человек, первый гол тоже головой, по-моему, да, и я вообще поразился, почему в чемпионате России нет ни одного мексиканца, я почему-то уверен, что они не так дорого стоят, но почему-то наши агенты туда свой взор и взор не обманывают. А потому что агенты, приезжая в Мексику за футболистами, сразу идут там перекусить, им дают текилу-бум, и они забывают, зачем они приезжают в Мексику. Там играют, я Кирилл написал, там играют несколько человек в Европе, несколько человек играют в Северной Америке. Главное, которое гол забили, который гол первый забил, у него главная звезда, я не помню его фамилию, к сожалению, но вообще кто-то знает про сборную Испанию, я только помню, у них вратарь был, Кампас, по-моему, давно тогда, еще когда играл. Про Мексику. Да, маленький такой, прыгучий, и этот вратарь, кстати, тоже очень прыгучий. Да. То есть, на фоне, конечно, более талантливой Португалии, но предсказуемо скучной, вот скучно играет команда, невкусно, к сожалению, они смотрелись очень боевито, они могли выиграть этот матч, если бы не Роналду и индивидуальное действие, там еще пара игроков. Кстати говоря, я сегодня услышал тоже от коллег-журналистов такую позицию, что типа убери из сборной команды Португалии двух человек, там Роналду и еще кого-то, и это уже будет типа не сборная команда Португалии. И на что ему другой отвечает, говорит, так это из любой сборной, убери пару человек, и это уже будет другая сборная. Португалии выиграла финал, вспомните, без Роналда. Это тоже привели как аргумент, но все-таки они победили, в финале он не играл, а турниры-то все-таки не прошли. Нет, но он в финале получил травму на какой минуте, там, на 17-й, что ли? Почему в финале он получил травму? А, в финале он получил там в начале игры, да, на 17-й минуте где-то травму. Ну, да, в самом начале. В начале матча, да, получается все. Да, соглашусь, но тем не менее. Слушайте, а кто-нибудь турниры расклады просчитал, ну, хватит одного очка? А вот... Ну, хватит четыре очка, или нет? Ну, давайте, может быть, сейчас мы сразу вторую группу посмотрим. Почему? Потому что в моем сердце абсолютно точно есть надежда, что мы выйдем в полуфинал и встретимся с кем-либо из этой группы. Чили, Германии, Австралии и Камерун. Тут сразу определились два лидера. Они были изначально, да, лидерами этой группы. Поэтому, если мы занимаем первое место, то мы будем играть со второй командой. Если мы занимаем второе место, то мы будем играть с первым. Мне не будет интересно. Пускай лучше наши за третье место борются, они же третье место будут играть на стадионе «Спартак». Кстати, а финал будет в Петербурге. В Петербурге. Поэтому... Я без паспорта, болельщик, без ничего. Ну, ничего, мы тебе выпишем. Друзья мои, смотрите. Если мы берем такой расклад, какой мы сегодня перед этой программой говорили. Если мы играем с Португалией в ничью, сборная команда России набирает 4 очка, правильно? Португалия 2. Португалия 2. Мексика побеждает Новую Зеландию, у них 4 очка. Новая Зеландия у нас отваливается. И если мы проигрываем мексиканцам, а Португалия выигрывает у Новой Зеландии, то, соответственно, они не проходят следующий этап Кубка Конфедерации. То есть нам необходимо, как минимум, для того, чтобы выйти, 2 ничьи, либо еще одна победа. А одной ничьей не хватит? Нет, одной ничьей не хватит. Ну, если только Португалия, Новой Зеландии проиграет, тогда... Если кто-то, да, ничьей хватит, и потеряет. Нет, ничьей тоже не хватит, опять же. Новой Зеландии, получается, 3 наперед. А у нас 4 будет с Португалией. Если ты считаешь, что наши сыграют. Да, понятно. Давайте немножко поговорим. И напомним нашим телезрителям о будущем. О том, какие игры и когда нас ждут, нас, болельщиков, ну, естественно, нашу сборную. 21 июня, уже буквально завтра, да, Россия-Португалия встречается в Москве на поле Спартака. И 24 июня Россия-Мексика в какой-то степени, может быть, даже определяющий уже будет матч. Где мы играем? В Сочи, да, на арене Фиш. С Португалией. Насколько нам тяжело будет завтра играть с Португалией? Очень, очень тяжело нам будет играть с Португалией. Очень тяжело. Ну, ты что, нет, ну, тяжело, Олег. Там командные, у них командной скорости повыше, значительнее, чем у нас. И я боюсь, что наша вот эта незрелая оборона, она... Посыпется? Да, очень много будет играть от опорников, от Головина, от Глушакова. Смотря какую модель выберет, опять-таки, Черчесов. Но вот в центре поля их надо разбивать. Иначе, если они будут на скорости приближаться к оборонцам нашим, там придется туго. Вот центральные игроки очень должны сыграть. Ну, тяжело будет Смольникова. Жень, на твой взгляд, вот, я только хотел, на твой взгляд, нужно ли Черчесову избрать модель игры Смольникова, ну, я беру Смольникова, или Джикию, да, поставить конкретно играть против Падараналду? Нет, нельзя так ставить модель, потому что Рональда, он сейчас играет не просто левым, да, полузащитником, он играет свободным футболистом, то есть свободным игроком. Поэтому Смольников за ним не будет бегать по всему полю и пытаться поймать его. Я думаю, что будет зонная защита, как она и предполагалась. А у нас же играл кто-то. Зонная, то есть мы будем применять зонную защиту. Да, но я думаю, что здесь Черчесов, я думаю, поскольку Рональд склонен играть слева, да, я думаю, что здесь как раз Амедов будет помогать Смольнику в оборонительном плане. Если он закроет Рональд, то я думаю, что... Но, смотрите, какая история. Рональда, он не остре копья, правильно? Он всегда где-то начинает свои атаки... Нет, он вторым эшелоном идет и начинает, как правило, от центра поля, скажем так, да? И это, домой взгляд... Нет, я сказал, что это последняя треть, все-таки не от центра поля. Ну, хорошо, последняя треть уже, которая атакует еще. Хорошо, две трети от наших ворот. А не проще, может быть, попросить, скажем так, приглядывать... Нет, Тарасов нет, Тарасов нет, именно Глушакова. Да, на том и речь, я о том и говорю, но Глушаков, они должны страховать друг друга. Понятно, что Смольников или Джики, да, это уже последний рубеж. Да. Потому что либо ты пропускаешь, либо он выходит к воротам, либо ты его там, не знаю, взломаешь, заваливаешь. Кстати, у него немножко панера игры. У Рональд немножко поменялся, но, понимаем, он немного скорость теряет возраст, какой бы гениальный небо. Он сейчас очень в пас хорошо играет. У него на третьем месте по скорости. Как он выдал-то, а? Когда, сейчас? В разрез. Нет, вообще, он был показан, и как бы там Гаррет Бэйл на первом месте. Все, это когда не будет, а? Ну, когда вот на чемпионате Европы в 16-м году было. А, да? Ну, может, не знаю. Причем, пасы он классный. А кто нас держал? Мы же играли против Португалии. Ну, мы помним, Хлестов Ромарио держал, исправился. Недавно мы играли против Португалии. Кто держал Роналду, не помнишь? А как сыграли-то? 1-1. Ну, да. Не помню, кто против... Ну, я не помню, что персональчик кто-то играл. Нет, вряд ли будет персональчик, я думаю, вряд ли будет персональчик. Потому что, ну, это надо понимать, что это должен быть, скажем так, если может быть, кто бы сыграл из нашей сборной, это может быть, Марио Фернандес бы сдержал в скорости. Вот это соглашусь, а тем более они по-португальски договорились бы на одном языке, как чего. Такой вопрос, смотрите, мы с вами обсуждаем момент, как мы сдержим Роналду. Понятно, это большой игрок тут, говорится, да, вопросов ни у кого не возникает. А остальная команда есть в Португалии? Кроме Роналду. Ну, есть там Куарежма, кто там у них. Ну, Куарежма, понятно, да. Ну, вот и все, в общем-то, мы и вот так вот на слуху, чтобы сказать, что мы знаем персонали и сборной Португалии. Да мы персонали не знали, когда они выигрывали чемпионат Европы. Мы тоже по персональному не знали. Мы и Грецию никого не знали, и Данию не знали, когда они выиграли чемпионат Европы. Поэтому к нам приезжают действующие чемпионы Европы. Ну и действующие чемпионы мира уже приехали. Тем более. Да вообще только чемпионы приехали. У нас остается еще пару минут Давайте немножко о Камероне Поговорим Кирилл сказал о том, что Камерон Достаточно быстрая мобильная команда Ну как ты говорил Они относились Про Мексику он говорил А я Камерон сказал Прошу прощения Конечно Мексика 24 в субботу Сразу после выпускного вечера Все мы будем смотреть Мексика Там другая будет совсем играть Чем с Португалией Я думаю, если с Португалией смогут позволить себе вальяжность То этим людям мексиканцам им без разницы Где играть, с кем играть, когда играть Во сколько играть Они будут бегать Они будут давить Единственное, что мы можем То, что у них адаптация не прошла Они будут просто ссыпать А, ну как раз подойдет Может их сломает Просто люди, которые прыгали 45 градусов Кладут асфальт А разве не в Казани играем? Они очень выносливые Нет, в Сочи В Сочи? По-моему, да, в Сочи В Сочи играем Тогда буквально одна минута Следующая наша программа выйдет во вторник Мы уже точно будем знать Как сыграли мы с Португалией Как мы сыграли с Мексикой И если уж А я надеюсь Уверен Я просто уверен Что мы выйдем В полуфинал Кубка Конфедерации Мы уже будем знать С кем мы будем играть В финале В финале было бы очень хорошо Постучи по дереву Да Итак, Евгений Как мы сыграем с Португалией И с Мексикой И выйдем ли мы В полуфинал Тяжелые матчи будут интересные Поскольку Но я думаю Что все-таки будет 2 ничьи Не знаю почему Спасибо 2 ничьи нам хватит Я хотел это сказать Да, мне тоже кажется Что будет 2 ничьи А я что-то очень беспокоюсь За результат 3 ничьи Мне кажется Наша победа Над Новой Зеландией Так и останется единственной В связи с этим Мне очень жало Что у Ушакова Гол отняли Потому что мы больше Никогда не пойдем На Кубок Конфедерации Наши бы засчитали Судя Да, наши бы засчитали Поэтому Смолов Окажется человеком С таким удивительным достижением Единственный российский футболист Который сбивал на Кубке Конфедерации Ну а мне лично кажется Что скорее всего В Португалии мы проиграем А с Мексикой сыграем В ничью Да ты пессимист Да мы тебя уволим Друзья мои В следующий вторник Мы встречаемся с вами И будем обсуждать Уже сразу несколько матчей И Россия-Португалия Россия-Мексика Ну и естественно Германия Новая Зеландия Чили-Камерун Все это в программе Все грани меча В следующий вторник 27 июня Ну а пока Болеем за своих Пока До свидания Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok